Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим о том, какие же приложения стоит разрабатывать андроид-разработчик. Мы сегодня поговорим о той категории людей, которые после обучения на андроид-разработчика и после того, как становятся андроид-разработчиками, выбирают для себя путь создания собственных стартапов и развития в этом направлении. Про это направление мы говорим крайне редко, поэтому я решил сделать отдельное видео. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите освоить высокооплачиваемую, востребованную, престижную профессию и разрабатывать мобильные приложения под систему андроид, тем самым будь уверенным в завтрашнем дне. Если вы хотите обучиться специальности, которая послужит основой и возможностью для переезда в любую страну, которая вам нравится и позволит вам стабильно и достойно зарабатывать, либо в компании, либо работая на себя, в офисе или удаленно. Если вы хотите работать на себя и развивать свой небольшой бизнес по разработке мобильных приложений на заказ, если вы хотите создавать свои сервисные мобильные приложения, тем самым влияя на жизни огромного количества людей и зарабатывая на своих стартапах, тогда я вас приглашаю на программу обучения на андроид-разработчика. Я вас обучу на профессию андроид-разработчик на личной основе и доведу до результата качественно и максимально оперативно. На курсе вы овладеете современными технологиями и получите опыт качественной и современной разработки. Курс обновляемый, то есть если какие-то технологии устаревают, выходит что-то новое, то материал курса обновляется. Также я могу вас проконсультировать по поводу мобильной разработки, если у вас возникла проблема при обучении. Ссылка на программу и условия обучения, а также на контакты для связи со мной, есть в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. До встречи на обучении. На самом деле, не важно какой путь вы выберете, трудоустройство, заказная разработка или прям разработка своих стартапов, все равно вы этим будете заниматься. Если вы выбираете путь стартапов, то это ваш активный доход. Если вы выбираете два других пути, то все равно каждый андроид-разработчик имеет небольшие проекты, которые ему приносят какие-никакие, но пассивные деньги. Поэтому, как бы, эта тема создания собственных стартапов, приносящих пассивные деньги, эта тема стоит очень острой, и поэтому в ней нужно разобраться. И очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, что андроид-разработчики, которые приходят в эту сферу, выучились, уже хотят что-то свое создать, в 90% создают то, что потом бросают, либо то, что потом не поддерживают, либо то, что не приносит им в дальнейшем доход. А причина всего этого в неправильном планировании своей идеи и разработке своей стратегии. То есть, о чем я говорю? То есть, разрабатывают приложения, изначально не протестировав, не проанализировав даже больше свою идею. И сегодня мы поговорим, какие же приложения стоит разрабатывать, которые будут, скажем, да, которым будут пользоваться, даже при вообще никаких, либо мельчайших инвестициях в продвижение. То есть, берем из-за той ситуации, что у вас нет миллионов на продвижение, и в этом случае какие мобильные приложения будут приносить вам доход. В первую очередь, когда вы приподходите к разработке мобильного приложения, вы еще до разработки должны понимать, как вы будете продвигать это мобильное приложение, как вы будете привлекать на него пользователей, как будете мотивировать пользователей установить себе это мобильное приложение. Вы должны понимать, скажем так, источники своего трафика. Потому что вот я последнее время общался с рекламщиками, да, и с ММщиками, со всеми, и все приходят к одной и той же мысли, что с уходом Google на территории Российской Федерации очень дорогая стала Яндекс.Реклама, то есть Яндекс.Директ, да, то есть, я так понимаю, она называется контекстная реклама, и таргетинг во ВКонтакте стал очень невероятно дорог. И в данный момент мы приходим к тому, что идеальным вариантом продвижения своего мобильного приложения это прямая реклама у блогеров с соответствующей тематикой, либо это, скажем так, реклама на вашей какой-то платформе. То есть, в любом случае, у нас сейчас активную фазу входит, все более активную фазу входит система контент-маркетинга. Когда пользователи интересуются определенной сферой, вы или блогер пишет определенные посты или снимает видео на интересующую его тему, и вот у таких блогеров, которые, скажем так, публикуют посты, либо видео в смежной тематике с вашим мобильным приложением, нужно и заказывать рекламу. Например, давайте мобильное приложение по путешествиям. Допустим, по путешествиям по, не знаю, по Европе. Находите блогеров русскоязычных, которые рассказывают про различные достопримечательности или различные точки, которые находятся в Европе, и которые показывают, как там добраться до них, или рассказывают об истории этих. То есть, нужен travel-блогер, по факту. И вот таких людей заказывайте рекламу своего мобильного приложения, которое связано с путешествиями. Если мобильное приложение связано с кондитерским делом, с поварским делом, то соответствующие находите блогеров, которые рассказывают о приготовлении еды, и у них заказывайте рекламу. То есть, по факту вы ищите максимально прогретую аудиторию, и такая аудитория будет, конечно же, скачивать ваше мобильное приложение. Но это вы должны сделать еще до того, как будете, начнете разрабатывать. Итак, а все же, вот эта стратегия, она сейчас очень хороша. Но все-таки, какие же приложения создавать, чтобы они были нужны вашим потенциальным пользователям? Во-первых, это мобильное приложение для вашего конкретного региона. Например, вы живете в маленьком поселке, в городе, в регионе, пусть даже в городе-миллионнике. Создайте мобильное приложение, которое позволит получать какую-то информацию от вашего города. То есть, вы можете создать мобильное приложение, где сосредоточиться, например, заказ, доставка еды только по вашему небольшому городу. Либо у вас там, вы можете соорудить там приложение по прокату самокатов, тех же им, сориентируйтесь на прокат этот. Либо заказ местного такси, если вообще маленький-маленький поселок. Либо это новостная какая-то тематика. То есть, это то, что пользователям нужно будет очень часто. То есть, хотя бы раз в неделю. То есть, что-то, что вы должны посмотреть на свой поселок-город и посмотреть с той стороны, чего не хватает в плане информационного продвижения в вашем городе. То есть, какое-то мобильное приложение, которое будет себе соединять, допустим, что-то локальное. И вот в этом случае это продвижение сделать намного проще. Нужно будет сосредоточиться только на этом регионе и просто намного проще продвинуться. Вам нужны конкретно люди, которые живут в вашем регионе. То есть, нужно посмотреть на ваш населенный пункт и посмотреть, чего не хватает людям. То есть, сделать какое-то мобильное приложение с поиском чего-то простого, с поиском чего-то быстрого, с функционалом что-то сделать в этом вашем мобильном приложении конкретно для жителей вашего города. Далее, это мобильное приложение для вашей узкой профессиональной сферы. Например, вы имеете большой опыт работы в той же медицине. Разбираетесь в медицине и вы можете сделать мобильное приложение для какой-то частной клиники. Или, например, вы в банковской сфере много отработали. Вы можете сделать какое-то мобильное приложение, которое поможет сэкономить финансы людям. Или приложение копилки. Что-то, что связано с вашей узкой сферой деятельности. Имея опыт в этой узкой сфере деятельности, вы сможете это мобильное приложение максимально продвинуть. Вы сядьте и подумайте, чем вы пользуетесь ежедневно, еженедельно. Какими услугами, услугами каких компаний вы пользуетесь. Допустим, там же те же салоны красоты, заказ, доставка воды. Ну вот подумайте, чем вы, как обычный человек, пользуетесь. И потом прикиньте, что вы можете предложить таким компаниям. Как вы можете для этих компаний сделать такое мобильное приложение, которое улучшит их бизнес. Улучшит взаимосвязь с клиентами. Поэтому здесь нужно сесть и подумать. Также очень популярным направлением являются такие игровые мобильные приложения. Типа как детские развлекательные, детские обучалки или антистресс. Ну если с детским контентом все понятно, то антистресс что такое? Ну например, люди многие едут, нервничают на совещания. Можно различные такие, знаете, открываешь мобильное приложение, типа как змейка передвигается пальцами. Просто когда движение двигает, люди двигают пальцами, они очень легко, очень быстро снимают напряжение. То есть то, с чем человек может занять руку. То есть различные переключатели, различные те же змейки, различные, не знаю, знаете, как раньше люди нервничали. И вот упаковка была такая в виде кнопок, и лопали кнопки. Ну что-то подобное, но на смартфоне приложение можно сделать. То есть то, что будет успокаивать. Главное разрабатывать мобильное приложение, что-то специфичное для пользователя. То есть такие мобильные приложения, которые помогут организовать и рабочий процесс, или организовать отдых, выходной день у пользователя. Можно также разрабатывать готовые решения для бизнеса. Вы, например, сделаете общий какой-то интернет-магазин. Ну, например, как подсказку вам дают. Очень много есть интернет-магазинов на системе WordPress, которые написаны нам с помощью плагина WooCommerce. И нет решения для таких магазинов готовых, которые же действуют в качестве мобильных платформ. Вы можете изучить API-документацию WooCommerce и создать мобильное общее решение, мобильное приложение для WooCommerce. То есть для интернет-магазина на WooCommerce. И просто продавать его как готовый продукт. Делать общее мобильное приложение для салонов красоты. И также продавать как готовый продукт. Ну вот, готовый какой-то продукт в виде мобильного приложения для бизнеса можете продавать. И это тоже будет как бы заходить. Итак, давайте подведем итог. Какие же сейчас стоит создавать мобильные приложения. Это мобильный, во-первых, главный самый. Док, который мы можем сделать. Это мобильное приложение будет успешным, если ваше мобильное приложение предоставляет функционал, которым будет пользоваться хотя бы еженедельно, а лучше несколько раз в неделю. Это могут быть приложения для вашего региона. Какие-то особенные. С учетом особенностей вашего региона. То, чего вам не хватает. В вашем регионе. Приложения для какой-то узкой профессиональной сферы. Это приложения различные, антистрессы с детским контентом, развлекательные. Что-то специфичное для пользователя по организации его рабочего процесса или выходного дня. Какие-то готовые решения, скажем так, для бизнеса. Ну, что-то такое, что позволит облегчить жизнь вашим потенциальным пользователям. Про продвижение я тоже все рассказал. Ну, в целом, вот это самые сейчас перспективные направления в разработке андроид-приложений. Ну, а на следующем, наверное, видео я вам расскажу, как понять, что вашим приложением будут пользоваться. Заранее. Как это понять, что ваши мобильные приложения реально будут пользоваться. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующей неделе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok